Дмитрий, мы снимаем небольшой блок для болельщиков. Вы у нас семикратный чемпион в составе «Спартака». Поделитесь, пожалуйста, каково это быть чемпионом? Ну, не знаю даже. Знаете, ощущение такое сейчас у меня какое-то… Ну, не сейчас уже, это то, что в таком случае я вообще в футбол не играл как-то в чемпионство. Ну, а не мгновение. Порадовался, когда болельщики порадовались, и остались только воспоминания. Хоть даже 15 раз чемпионом был бы, у меня даже ощущения такого не было никогда. Ну, сложно сказать, я не знаю пока. Уже, видно ли, уже отвык, отошел уже от этого. Вы начинали играть еще в Советском Союзе. Потом наступила, скажем так, Российская Федерация. И сейчас болельщики «Спартака», вот этот фанатизм, вы ощущали, как он меняется со временем? Ну, просто страшно, как бы мы, наверное, больше там и 80-е, и 70-е годы. Потому что был более, так сказать, продленный «Спартак». Все ходили. Сейчас, конечно, тоже очень прилично ходят. Но чуть-чуть расстраивают пока команды. Ну, может, сейчас более красивые поют уже стали. Как-то я так давно уже не был тоже на играх. Молодцы, красавцы, болейте так же. То, что касается чемпионского «Спартака» и нынешнего «Спартака». Вот мы впервые стали чемпионами за 16 лет. Чего не хватает команде, чтобы снова блистать и снова раз за разом брать чемпионство? Ну, не хватает стабильности, как понятно видно, чтобы если хотя бы там каждый раз чемпион стать, через раз. Надо какая-то стабильная уверенность. А когда идет, естественно, смена тренеров, смена футболистов постоянно, очень тяжело найти так. – Смогли бы сейчас вписаться в современный «Спартака»? – Ну, минут 15 был смог бы. – На основном? – Ну, да, что там. Выбил его подальше. Нормально. – То есть это говорит об уровне современного футбола? – Ну, здесь все зависит от команды, от партнеров. Смотря как они друг друга понимают. Есть команда, которая выбила, и надо до 80-ти можно играть, как я люблю говорить. Не думая. – Многие из тех, с кем вы играли, попробовали себя. Ну, кто-то более успешный, кто-то менее успешный на тренерском мостике. У вас не было таких мыслей? Или это все еще впереди? – Не, у меня нет таких мыслей. Меня еще пока тренируют все еще. – Ну, в будущем хотели бы себя попробовать? Может быть, не главным тренером? Ну, там, тренером, чуть не сказал в ротарее почему-то, тренером защиты? – Не, видно ли, не судьба. – Сами не хотите? – Ну, что-то я уже отвык от этого, я уже не понимаю этот смысл. – Футбол? – Нет, тренерский. – А. – Опять сборы, тренировать сборы. Так насиделся на этих сборах, поэтому хочется для себя подвигаться, ну, как бы, посмотреть, как что огурцы растут там, ну, так далее. – Я понял. Ну, наверное, больше не будем вас смучить, тем более, что перед интервью вы выяснили, что вы не особо любите давать интервью. Может, тогда пару слов именно болельщикам «Спартака»? – Болейте, болейте, еще раз болейте. Ну, ходите на футбол, наслаждайтесь. Ну, как раз у них тоже и переживания, нельзя бы все время радоваться-то, можно и погрустить немножко, да? – Ну, отлично, спасибо вам огромное, удачи. – Друзья, ну и, как я и обещал, все самое интересное на других каналах, так что быстрее переключайся. Но пока ты ищешь мультики, мы пообщаемся с Михаилом, заводящим трибуны «Спартака». – Миш, как ощущения в связи с последними событиями? Мы не были на матче с Краснодаром, теперь у нас выездная игра, и это все-таки дерби, да? Мы должны сжечь, мы набрали сил. – Сил набрали много, надеюсь, не знаю, можно ли произносить слово. Ну, ладно, в общем, сотрудники правопорядка и службы безопасности не будут нам дрыщить мозги, как они делают всегда, всех спокойно запустят, все успеют, все все развернут, все получится. – И я очень соскучился, потому что здорово, что у нас начнется все это с дерби, надеюсь, пошумим. – Как следует? – У меня не мог бы такой, давай, провокационный вопрос тебе задам, ответишь, не ответишь, попадет, не попадет. Что все-таки происходит на трибуне? Был перерыв, но, как мы видим, ситуация не сильно изменилась. – У нас есть позиция по нынешнему изделию номер восемь, и мы придерживаемся этой позиции до сих пор. Нас клуб не слышит и не хочет слышать. Пытается нас травить, в СМИ показать, что мы против команды, против клуба, но это абсолютно не так. И мы максимально это показываем и доказываем, но пока так все. – Отлично. Ну и давай тогда, может, пару слов действительным болельщикам, которые еще раз думают пойти на дерби, ну и те, кто идет на дерби. К чему готовиться, как заряжаться и что нас вообще ждет? – Ну я очень рассчитываю, что мы максимально забьем эту отвратительную арену в Химках. Максимально и максимально покажем свое превосходство на «Динамо». Потому что если бы нам дали лужники, все понимают, чем бы это все закончилось. Поэтому готовьтесь, 90 минут, как всегда, поддерживать «Спартак». – Ну и, наверное, еще один вопрос, который я сейчас хотел тебе задать. Разочарован тем, что мы не открываем стадион «Динамо»? – Да, я очень ждал попасть. Я очень давно там не был на этом стадионе, и очень хотелось бы попасть. Ну, обидно, конечно, но ничего. Я думаю, в следующем сезоне, надеюсь, что в следующем сезоне хотя бы уже они что-нибудь там отремонтируют, сделают, газон посадят и позовут опять всех, кого хотели позвать, и с нами откроют его в следующем сезоне. Потому что, сомневаюсь, ну, хотелось бы именно так. – Отлично. Отлично, спасибо тебе огромное. До новых встреч. – Я убежал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok